Немецкие супермаркеты заявляют о новом повышении цен с этого понедельника. Еще дороже теперь будут стоить мясо, колбаса и масло. Причина – более высокие затраты на закупки, которые сети должны платить своим поставщикам. Повышение цен также связано с тем, что подорожали корма, удобрения и энергия. С 1 июля этого года доход пенсионеров в Германии увеличится больше, чем планировалось ранее. В среднем пенсии повысится более чем на 5% в Западной Германии и на 6% в Восточной Германии. Из-за положительной динамики пенсионных доходов появилась возможность корректировки пенсионных выплат в сторону их повышения. Немецкие рестораторы могут отказаться от картошки фри из-за дефицита подсолнечного масла, которое возникло в стране на фоне нарушений в логистических цепочках поставок. Один из крупнейших ресторанов Кёльна уже объявил, что отказывается от подачи картофеля фри клиентам. В немецких супермаркетах ранее в связи с дефицитом ряда продовольственных продуктов ввели ограничения на продажу товаров в одни руки. Это уже стало поводом для скандала с угрозами в одном из магазинов Штутгарта, где покупателям отказались продавать более одной бутылки подсолнечного масла. Министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир призвал водителей ездить медленнее по автобанам, чтобы экономить энергоресурсы. Помимо этого, глава ведомства рекомендовал жителям Германии по возможности не пользоваться машиной, а ездить на велосипеде, автобусе или поезде. Кстати, по подсчетам специалистов, при движении автомобиля со скоростью 100 км в час тратится на треть меньше топлива, чем при скорости в 130 км в час. Немецкий производитель шоколада Ritter Sport продолжит поставки продукции в Россию. По словам представителей компании, решение покинуть российский рынок привело бы к сокращению производства, а также оказало бы серьезное влияние на компанию, как на независимые семейные предприятия среднего размера.